Дело в том, что руководитель, ему сейчас необходимо больше и больше взаимодействовать с сотрудниками. Если раньше авторитарные системы, они подразумевали, что все как солдатики, там со всеми как с массой общаются, то есть к каждому конкретному необязательный подход, то сейчас тема эмоциональное лидерство, ситуационный менеджмент, они все про то, что руководитель должен с каждым конкретным сотрудником уметь установить контакт, понять его мотивацию, провести мотивационную беседу, дать обратную связь, потому что сейчас время другое и стиль управления авторитарно уже не подходит. Сейчас стиль, который про развитие, то есть стиль, который позволит людям развиваться, брать больше на себя ответственности, рождать больше творческих решений, а для этого что нужно? И поэтому сейчас руководителю приходится больше общаться с людьми, взаимодействовать, пытаться понять людей. И если он будет с ними обращаться как с солдатиками, то команда будет абсолютно неэффективна, поскольку теряется творчество, инновационность, адаптивность теряется и гибкость. Соответственно, руководители хотят или не хотят, они должны обратиться к людям, к персоналу и научиться с ними разговаривать и слушать их. Слушать — это про то, чтобы прокачивать глубинное слушание, чтобы уметь по-настоящему людей слушать. Это коучинговый стиль управления для того, чтобы задавать вопросы. Слушать, задавать вопросы. На основе этого принимать решения и вместе с людьми разрабатывать какие-то новые идеи. То есть именно тогда, когда мы совпадаем, возникает эта синергия, которая дает новые результаты. Соответственно, что нужно руководителю? Нужно научиться вести эти беседы. Многие из них говорят, что они не коммуникабельны. Но не коммуникабельны — это значит потеря эффективности. Это значит, что у тебя потеря контакта. У тебя не будет контакта с твоими сотрудниками. Не будет контакта, не будет результатов. Все. И они идут учиться. Они идут учиться коммуникации. Они идут учиться коучинговым методом для того, чтобы вести эти беседы. И, по сути, сейчас управленческая работа, она очень много связана с тем, чтобы с людьми разговаривать. И это и мотивационные беседы, чтобы понимать мотивацию людей, уметь правильно их мотивировать, правильно ставить задачу. Ну а новое поколение, поколение Y и Z, они без этого просто вообще не могут. Может быть, кстати, это еще одна причина, почему меняется стиль управления, потому что новое молодое поколение, оно не мотивируется страхом, вообще нет. Они выросли в комфорте. Они хотят, чтобы процесс работы был тоже интересный и комфортный для них. А для этого им не нужны стрессовые задачи, им не нужна степень большая неопределенность. Они не любят этого. И они хотят видеть результат уже сегодня. Они не хотят каких-то обещаний на завтра. Вот завтра у вас будет светлое коммунистическое будущее. Для них это вообще не работает. Они хотят сегодня. И они хотят, чтобы их руководитель общался с ними на равных. Представьте, человек, который авторитарно работал очень долго лет, он должен научиться общаться с новым поколением. Поколение Z – это сейчас 17-18-летние. На равных. Это нужно снять корону. Это же, знаете, как сложно снять корону руководителя, да? А мало того, на равных. Он ожидает, что ему будут давать развивающую обратную связь. Это не морду об забор вот так вот, да? Вот у тебя здесь не так, здесь не так. А говорить, как положено в развивающей обратной связи. Ты молодец, у тебя здесь получается, здесь прекрасно. Единственное, где не очень получается, это вот в этом моменте. И давай посмотрим с тобой. Давай ты поймешь, как ты будешь это делать в следующий раз по-другому. Он хочет диалога этого. Он хочет, чтобы руководитель его развивал. А руководитель, готов ли руководитель в таком формате общаться с сотрудниками? Готов ли он на это тратить время? Многие из них не готовы. И в итоге они имеют то, что имеют немотивированный персонал, либо тот персонал из молодых, который очень быстро меняется, потому что им становится неинтересно в таких жестких условиях работать. И значит, руководителю нужно заняться развитием своего эмоционального интеллекта, изменить свой стиль управления и заниматься коучинг, внедрить как новый стиль для того, чтобы задавать вопросы, слушать людей, правильно ставить задачи. Ну то есть, по сути, нужно и менеджерские навыки подкачивать, и вот эти вот soft skills. Поэтому интервью, беседы, никого эта чаша не минует. Все эту тему будут в себя развивать. А заодно, аллилуйя, они будут развивать эмоциональный интеллект. Я очень рада. Субтитры создавал DimaTorzok